МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Продолжается обсуждение меморандума о сотрудничестве ради благополучия и процветания Сарова. Первые многодетные семьи получат земельные участки уже в сентябре. Август полный приключений. Проект «Дворовая практика» завершил работу. Далее расскажем обо всем подробно. Вторая вакцина от коронавируса российского производства может быть зарегистрирована в ускоренном порядке. Об этом рассказал Александр Рыжиков, заведующий отделом занозных инфекций гриппа «Центр Вектор», который и разрабатывает препарат. Он уточнил, что третий этап будет идти параллельно, после регистрации. Пока вакцина проходит второй этап клинических испытаний. Его планируют завершить в сентябре. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на данный момент у добровольцев не наблюдается осложнение от препарата. В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработал научный центр имени Гамалеи. Она получила название «Спутник В». Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препарат уже начал поступать в гражданский оборот. Вакцинация пройдет в два этапа. Такая схема позволит выработать долговечный иммунитет к коронавирусу. По состоянию на 28 августа в России зафиксировали 4829 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 133 в Нижегородской области. Саров не учитывают в региональной статистике. У нас за сутки выявили еще 16 новых больных. 9 человек выздоровели. 20 госпитализированы в КБ номер 50. 13 срабчан в состоянии средней степени тяжести. В городской думе состоялось совместное заседание комитетов. На повестке стоял один вопрос. Обсуждение одного из пунктов проекта меморандума 2020-2025 годы. Комфортная и безопасная городская среда. Участники заслушали доклады администрации о том, что сейчас делается в Сарове по строительству жилья, развитию инфраструктуры. И выявили проблемы, которые предстоит решить. Первое публичное обсуждение одного из пунктов нового меморандума 2020-2025 «Комфортная и безопасная городская среда» прошло на совместном заседании думских комитетов. Участники оживленно спорили, обсуждали настоящее и будущее города в сфере строительства доступного жилья, развития инфраструктуры города. Сегодняшняя встреча, как я надеюсь, открывает череду обсуждений. По каждому из направлений меморандума мы все вместе формируем проект. Он живой, дышащий. Участники обсуждения отметили, что за последние пять лет много было сделано. Например, отремонтирована 10-я школа. Реконструирован парк имени Зернова. Для благоустройства дворовых территорий привлечено несколько миллионов рублей. В группе средних городов, которые 200 тысяч населений, город Сару занимает очень-очень хорошую позицию среди всех городов России. В прошлом году мы были на седьмой строчке, в восемнадцатом году это пятое место. То, что мы сделали, это капля в море, что можно сделать. Но мне хотелось бы обратить внимание на что. В угловом классе равно ставятся те финансы, которые мы можем использовать. И если бы была возможность выполнения бюджета из иных источников, как было это раньше, когда у нас бюджет позволял не только участвовать в программах, но и самим реализовывать различные программы по жилищному строительству, по дорожному строительству и так далее. Тогда возможностей было бы больше. Большинство саровчан заметили перемены в лучшую сторону в городе. Одни отметили улучшение во дворе, другие в целом по Сарову. Мы облагородили место для парковки автомобилей, которое мы ждали очень долго. Ну не знаю, школу вроде отремонтировали, получше стало. Стало чище. Я все время вижу, что убирают. Все время вижу, что вывозят мусор. В своем докладе об исполнении меморандума 2.0 директор ядерного центра отметил, что на следующие пять лет команда в НЕФ сформировала серьезную программу деятельности и защитила ее в Росатме. Для ее реализации нужна поддержка горожан, поэтому важно, чтобы саровчан привлекли к обсуждению будущего своего города. Донесли им нашу позицию, спросили их мнение и дальше попросили их поддержать эту программу. Как можно поддержать? Надо выбрать тот состав, который предложен Единой России. Задача наша состоит в одном. Чтобы донести до людей вот эти простые цифры и попросить их, если они согласны с ними, поддержите. Мы готовы их выполнять. Участники обсуждения, представители разных партий, представители команды в НЕФ озвучили большие планы сделать Саров комфортнее и безопаснее. Мне, например, очень нравится тема создания пешеходной улицы в городе Саров. У нас есть рабочая идея, где ее можно сделать, даже как ее можно сделать, но это большие инвестиции. И вот здесь нужно общее понимание не только власти города, но и, конечно же, предпринимательского сообщества с хорошими своими идеями, с подходами. Возможность внести предложение по улучшению жизни в городе можно будет уже с понедельника. Каждый саровчанин может принять участие в обсуждении проекта меморандума 3.0 и внести свои предложения по развитию Сарова. Некоторые наказы новой команде в НЕФ по благоустройству родного города саровчане уже дали. Нужно облагородить дворы старого района. Все помаленьку, больше стоянок, больше лавочек, все, как говорится, все, что надо людям. Также внести свои предложения каждый саровчанин может на сайте командовниев.ру, а также по телефону 9 90 78. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. На официальном сайте 800-летия Нижнего Новгорода начала работу платформа «Добрых дел». Там собраны нижегородские фонды, партнеры проекта и благотворительные акции, которые они проводят. Поддержать их может каждый житель нашего региона. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На строительной площадке новой детской поликлиники на улице Чапаева начались подготовительные работы для разработки котлована. Для справки, это будет пятиэтажное здание площадью более 8 тысяч квадратных метров. На первом оборудует изоляционно-диагностический бокс, блок кабинетов неотложной помощи и лучевой диагностики. Со второго по четвертый этажи обустроят кабинеты консультативно-диагностического приема, эндоскопии, функциональной диагностики и лечебной физкультуры, отделение восстановительного лечения, клиникодиагностическую лабораторию и другие помещения. За день детская поликлиника на Чапаева сможет принять до 300 маленьких пациентов. Строительство планируют завершить к концу лета следующего года. Современную автостанцию за 100 миллионов рублей построят в Дивееве. Как сообщили в управляющей компании по развитию Саровско-Дивеевского кластера, вокзальный комплекс будет включать в себя внутреннюю территорию с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадку для стоянки автобусов, закрытый бокс для техосмотра, открытую эстакаду и КПП. А в самом помещении автостанции будут работать буфет и комната матери и ребенка. Военный комиссариат Сарова проводит отбор граждан на военную службу по контракту в воинской части Минобороны России. Война служащим положена единовременная выплата при заключении контракта, ежегодная премия, продовольственное вещевое медицинское обеспечение, возможность обучения в вузах, достойная пенсия. После шести лет службы у граждан появится возможность приобрести жилье с помощью участия в накопительно-ипотечной системе. Подробности по телефону 350 47 и 608 16. 8 сентября в администрации пройдет жеребьевка 72 земельных участков, которые предоставят многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. В ближайшее время строители завершат устройство инженерных коммуникаций, а уже в сентябре должны объявить торги на строительство дорожной сети. 72 участка на улице Нижегородской готовят к распределению между многодетными семьями. На финальной стадии находится строительство инженерных коммуникаций, газовая и электросети, водопровод, канализация. 1 сентября подрядчик сдает эти объекты. И у нас была небольшая проблема, связанная с тем, что у нас не было средств на транспортную инфраструктуру. На самом деле, вот мы в понедельник выходим на Думу, и строчка должна появиться в бюджете. Деньги на строительство дорог выделяет правительство Нижегородской области. После того, как будут внесены изменения в бюджет города, у администрации появляется право провести распределение участков для ИЖС между очередниками. После жеребьевки мы перейдем к процедуре оформления земельного участка в собственность. То есть это не мешает. У нас закон говорит о том, что основные сети построены, а на транспортную инфраструктуру, на дорогу есть строчка в бюджете. Мы имеем полное право распределять участки. Жеребьевку планируют провести 8 сентября в 15.00. После распределения в течение сентября земельные участки будут переданы семьям в собственность, и они смогут распоряжаться ими по своему усмотрению. По закону, у членов многодетной семьи есть право один раз отказаться от участка, если его местоположение им не понравится. Но тогда придется ждать, когда будет готова следующая территория по ДЖС на улице Западной. 28 августа в стране прошло 7-е общероссийское родительское собрание. Впервые встреча министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с родителями школьников прошла в формате онлайн-дискуссии. На связь вышли родители из Иваново, Калининграда, Ульяновска, Севастополя, Челябинска, Красноярска, Магадана и Карачаева Черкесии. В студии к диалогу присоединились активисты родительского сообщества, федеральные и региональные эксперты в сфере образования. Первые две недели в школах обязательно будут присутствовать медики. Как рассказали участники Всероссийского родительского собрания, это необходимо, чтобы на первых порах предотвратить угрозу распространения коронавируса. Вопросы медицины уделили много внимания. В студию пригласили министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он рассказал о важности вакцинации от гриппа, которая осенью стартует по всей стране. Что касается прививочной кампании против коронавируса, то вакцинировать в первую очередь будут медиков и учителей, особенно возрастных. Вакцинация будет добровольной. От коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины. И для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные, посредственно для них, тесты, исследования. И только получив полную картину влияния на детский организм, только после этого мы будем рассматривать. Всероссийские проверочные работы, за отмену которых выступают родители, пройдут уже осенью. Однако оценки за них ставить не будут. Они нужны для того, чтобы понять, как дети усвоили школьный материал во время дистанционного обучения. Мы их перенесли с прошлого года и проводим в этом году. За них оценки не выставляются. Это диагностика тех возможных пробелов в знаниях школьников, которые могли быть в ходе домашнего обучения, для того, чтобы организовать точную адресную работу и чтобы качество образования не снизилось. Также речь зашла и о питании учеников начальной школы. Для Сарова это привычное дело. Бесплатные завтраки отменили только в прошлом году. В целом, по России, организация школьного питания пока вызывает вопросы. До 1 сентября все школы должны опубликовать варианты меню. И родители с ними могут ознакомиться. И при необходимости посоветовать, либо внести какие-то корректировки. Понятно, что какие-то изменения, все они должны соответствовать тем нормам Роспотребнадзора, которые обеспечивают именно питание, чтобы было вкусное, полезное, горячее и соответствовало всем требованиям. Это очень важно. Поэтому нужно обязательно по возможности участвовать, тоже посмотреть и ознакомиться с меню. Как учиться в интернете, если качество связи ужасное? Это самый распространенный вопрос, который звучал от зрителей во время Всероссийского родительского собрания. Некоторых спикеров было практически не слышно из-за проблем с интернетом. Как отметили модераторы конференции, они собрали около полутора тысяч уникальных, не повторяющихся вопросов от родителей. Однако многие волнующие темы остались за кадром. Судя по комментариям, которые подписчики оставляли во время трансляции, многих такой формат не устроил. В августе этого года Центр внешкольной работы реализовал ежегодный проект «Дворовая практика». На восьми площадках в разных частях города опытные педагоги и студенты-волонтеры работали со школьниками, придумывали игры и конкурсы, проводили спортивные соревнования и играли в футбол. Об итогах летней кампании этого года расскажем в следующем репортаже. На закрытии дворовой площадки «Надежда» ребятам предстояло пройти несколько испытаний, нарисовать картину «Вот оно какое наше лето», раскрасить ее цветными карандашами и принять участие в веселой эстафете. Конкурсы для детей проводила Полина Шаркова. Вот такого рода мероприятия приносят мне удовольствие, поднимают мне настроение. И так как я очень общительный и такой позитивный человек, мне нравится знакомиться с новыми людьми и получать от них какой-то опыт. В перерывах между спортивными эстафетами ребята проверяли свою логику и эрудицию, проводили обучающий квест и разгадывали загадки. Мы играем в игру «Алиас», там загадывают что-то, и мы должны это отгадать. Играем в «Экинаторы», там загадывают фильм или мультфильм, а некоторые должны отгадать. Иногда мы играем в «Я садовником родился». Тут все хорошо, тут аниматоры очень добрые, тут можно повеселиться и провести хорошо время. Здесь очень нравится и жалко то, что она закрывается. Мы будем по ней скучать, ведь она самая любимая. Расставаться с дворовой площадкой до следующего лета не хочется и организаторам. За время самоизоляции они соскучились по общению с детьми и с удовольствием придумывали различные конкурсы и новые интерактивные программы. Ну, конечно, всегда жалко заканчивать лето и начинать учебный год, и жаль расставаться с теми ребятами, которым уже прикипел душой. Но надеемся, что эти ребята у нас появятся в наших клубах. Мы всегда их зовем, с радостью ждем и с радостью встречаем на наших мероприятиях. Завершился вечер общим обсуждением. Ребята поделились впечатлениями о работе дворовой площадки. Выделили, что им понравилось и чего не хватало. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Переводчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова